Партнер канала американские термосы Стэнли. Вековая история. Пожизненная гарантия. Так что машина дорогущая. Не то, что там какие-то сейчас крузаки. Так, опять я приехал непонятно куда, непонятно зачем. Покупки, я не знаю, прошел, наверное, где-то, может, 1400. И все-таки V8, это, конечно, V8. Радиатор от трактора, ретилятор от Перседеса. Этот выпуск будет достаточно необычным. Просто, как правило, мы рассказываем про новые крутые и чего уж там очень дорогие проекты. И я понимаю комментарии, в которых говорят, а, мол, где простые владельцы, их простые машины, без миллиардных вложений. И на этот раз я поехал в Тулу как раз за подобной историей. В первую очередь она про человека и автомобиль. Этот УАЗ уже больше двух десятков лет остается в одних и тех же руках. И все это время его пилят, пилят и пилят. А изначально машина была собрана еще в прошлом тысячелетии. Был на дворе 97-й год. Вот. И вот решили мы купить УАЗик. Стоил он тогда 30 миллионов, причем самый недорогой. То есть вот этот вот УАЗ, он был самый простейший, самая простая комплектация. То есть он был тентовый. Ибонитовая баранка. Из натурального кружзама военные сидения. Единственное условие было, почему этот УАЗ, чтобы он был с пружинной подвеской хотелось. Все. Остальное, как говорится, на что денег хватило, а денег 30 миллионов. Поехали в Москву. Была у нас сумка авоська. Примерно вот такой пакет был денег. Так что машина дорогущая. Не то, что там какие-то сейчас крузаки миллионов по 5, по 10. Давайте сразу к самому интересному. Машина оснащена двумя дополнительными ручками, которые нужны, чтобы открыть капот. Честно сказать, не самое простое занятие с непривычки, но кажется, я справился. Так вот, подкапотное пространство, это для владельца автомобиля настоящее поле для экспериментов. Когда-то здесь, разумеется, был установлен стандартный УАЗовский движок. Ну, на нем я на родном моторе проехал, наверное, тысяч тридцать всего. Потом у меня друг забрал и поставил на катер. Вот, я себе купил мотор 53-го газона, это 511, 4,3 литра. Он был установлен в мой 99-м году. И мне ЗМЗ, наши вышли на меня и предложили мне экспериментальный инжектор и мотор 4,7 литра, который планировалось устанавливаться на ПАЗик. И он был установлен в 2002 году. И вот на нем я счастливый долго ездил, до 2019 года. Пока вот не пришла идея поставить что-нибудь помощнее. Волей случая подвернулся мотор, но в Азбуке мне предложили 505-й. И он приходится ближайшим родственникам двигателю, который устанавливали на знаменитый автомобиль Чайка ГАЗ-14. Правда, отличие есть. Если у Чайковского мотора было два карбюратора, здесь один единственный. Да и того не осталось, потому что мотор перевели на инжектор. Тем не менее, это В8, это 5,5 литров. И это острая необходимость немножечко порезать кузов, чтобы двигатель сюда поместился. Моторный щит, разумеется, сильно модифицировали. Все говорят, что ни один УЗ, ни два УЗ, ни три УЗ. Во-первых, это у меня третий уже В8 на этой машине. Не подводил ни разу ни один мотор. Проблем с ними абсолютно никаких. Нет в нем ни этих гидрокомпенсаторов, паразитных роликов. Мотор простейший, запчасти есть. Поэтому я к ним уже привык, мне нравится. А с УЗ, честно говоря, новые, естественно, не купишь. Не очень я верю, что вот эти все бэушные моторы, они будут лучше, чем новые наши восьмерки. Что касается трансмиссии, ее вообще невозможно показать, но рассказать о ней необходимо. Потому что здесь коробка и раздатка от автомобиля Тойота. Стояли родные коробки, еще тот двигатель рвал вместе с раздаткой. У меня было их две. Два было агрегата. На одном я ездил, другой ремонтировал. Это дело надоело, когда он в последний раз уже мне шестер не слезал. Вот, искал донора, попался. Ну, было много вариантов там. Ну, как бы подошла коробка за раздаткой от Вайн Крузера. Это от 105-го, от дизельного. Вот, то есть у нее карданы выходят на нужную сторону. Ну, вот, собственно говоря, состыковал. Раздатка попалась фуллтаймовая. Вот, то есть, между собой дифференциал блокируется с кнопки. Вот, коробка крепкая. Вот, я на ней проехал уже. Ну, боюсь соврать лишь, что он, наверное, уже проехал. Пару забавных нюансов. Во-первых, тут у нас с вами компрессор Беркут установлен. Который, кстати говоря, очень полезен на такой технике. А сверх того, радиатор. Он непростой. Он от трактора, представьте себе, от трактора Беларусь. И вот в чем нюанс. Если этот мотор здесь относительно недавно, и в сущности силовая установка, ну, можно сказать, новая. И, скорее всего, система охлаждения достаточно чистая. У машин постарше, картина другая. И эту самую систему иной раз не грех бывает промыть изнутри. И вот для этой цели в природе существует специальное средство. И смотрите, что у меня есть. Одна банка и одна машина. Банка – это 7-минутная промывка системы охлаждения марки Hi-Gear. И она абсолютно новая. Итак, процесс применения. Для начала не стоит обманываться надписью «7-минутная». Процедура длится существенно дольше. Причем большую часть времени занимает ожидание. Первым делом сливаем старую охлаждающую жидкость. Из моей машины стекает мутная жижа, которая плескалась в системе все полтора десятка лет к ряду. И ей явно пора на покой. Слушайте, чтобы вы понимали, это моя машина. Это не какой-то экспериментальный образец. Мне на ней еще домой ехать. Теперь заливаем разбавленной водой состав Hi-Gear. И вот те самые 7 минут, которые мотор должен работать на слегка повышенных оборотах. Четко по инструкции. Вообще вот просто тютелька в тютельку. На нужных оборотах нужное количество времени. Сейчас посмотрим, что у нас выплеснется из системы охлаждения. Теперь сливаем жидкость вместе с остатками старого антифриза и загрязнениями. Дохлых мышей и ржавых кусков радиатора промывка на свет божий не вынесла. Но система все равно была грязной, и это видно. Еще раз промываем и заливаем новую жидкость марки AGA. Как можно было заметить, выдающихся навыков или врожденного таланта весь этот процесс не требует. А в общем, Hi-Gear 7-минутная промывка системы охлаждения автомобиля. И она работает. Все ссылки в описании. Посмотрите на эту машину в профиль и определите для себя, что вы думаете о ее потенциале. Что вы думаете о возможностях этой машины. Вот понимаете, в чем дело? Никакого абсолютно универсального внедорожника в природе не существует. Набор технических решений должен быть протектован назначением машины. То, что мы сейчас видим перед собой, это классический экспедиционник. На этой машине специально не полезут в грязь. Она не нужна для того, чтобы проверять пределы ее возможностей. Здесь все несколько иначе. И тем не менее, для езды за пределами асфальта УАЗик подготовлен на славу. Потому что здесь большие колеса BF Goodrich. Потому что здесь амортизаторы Kony Raid. Потому что здесь пружины тоже нестандартные. Естественно, увеличенный дорожный просвет. И вообще говоря, этот УАЗ, разумеется, проедет там, где не проедет УАЗ Стоковый. Эта машина используется в основном летом как тягач. То есть мы цепляемся, цепляем к нему караван и поехали. Квартира с собой. Отдыхать очень хорошо. В общем, это его, наверное, основное использование. Ну, а без прицепа на нем тоже мне очень нравится ездить. Тут прием у него, в принципе, неплохой. Ты сидишь высоко, видишь далеко. И по городу, и по трассе очень комфортно. В принципе, нормально. Салон, конечно, причудливый. Да, не шедевр интерьерного дизайна, если по-честному. Но тут есть все. От печки до навигации. Экран последний под потолком. Что в данном случае, кстати, удобнее, чем на торпедо. Как бы все это ни выглядело, пользоваться машиной исключительно удобно. Эстетическая составляющая владельца, кажется, мало заботит. А вот что до эргономики, она за два десятка лет стала выверенной до абсолютного идеала. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Там стоит навигатор, который... К нему еще подключен блок отдельный телевизор, в принципе, можно через навигатор смотреть. Компьютер, маршрутник. Приборы про спорт. Все. Вот. Из приборов дополнительно стоит, что, наверное, не на всех машинах, есть давление топлива. В принципе, для эжекторной машины это такая вещь весьма полезная. Смесь показывает соотношение бензина там воздухом. Стоит лямбда широкополосный. Инвертор 2 киловатта. В принципе, можно включить болгарочку, там чайник скипятить, не проблема. Вот. Стоит вебаста. То есть я вот в нем, если без прицепа где-то с ребятами встречаемся в лесу, в нем можно жить. То есть сиденье раскладывается. Вебаста включается. В любую погоду зимой там 3 киловатта. Машину он натапливает, собственно говоря, спокойно. Потом есть вариант задний борт откидывающий. Есть у меня торговая повадка, так называемая. Она надвигается на открытый задний борт. Получается живое пространство. Стол, кресло, газовая плита. Ну, короче, можно жить. Здесь, в Романцевских горах, становится понятен смысл установки АВ-8. Потому что дело даже не в самом крутящем моменте, не в цифрах. Дело в том, что он появляется очень рано, практически на холостых оборотах. То есть машина едет практически всегда, как только отпускаешь сцепление. Ну, колеса Гудрич, аутерайновые, 33 на 12 с половиной. Опять пригорок. И опять слегка нажимаем на газы. Опачки. А вот он и Гудрич. Амортизаторы Кони Рейд. Вот, пружины Киллен. Вот здесь последний вариант. Прут 20 миллиметров. Такие они крепенькие. Машина стала немножко пожестче. Ну, зато перестала крениться в поворотах. А то была очень мягкая, и вот в поворотах выворачивала. Сейчас он повороты держит отлично. Вот, рессоры сзади. Увеличенное количество листов. Там сейчас у меня 4-х листовые рессоры и 2 подрессорника. Что можно было, так сказать, загрузить его, если что. Грузить его можно сколько хочешь. Сзади фаркоп, само собой, под прицеп. А, мосты, середина Волговская. Это уже вот, середина Волговская. Пара гипотная. Мосты так называемые Чайковские. Хотя Чайковские немножко другие. Ну, в принципе, середина от Волги. Края, естественно, УАЗовские. Когда машину купили, усилителя руля здесь не было вообще. Ну, просто потому, что тогда для УАЗа это была недопустимая роскошь. Уже чуть позже сюда такие усилители добавили. УАЗовские. И, кстати, работает-то он вполне прилично. В том смысле, что очень понятная и чуткая связь между рулем и водителем. Ну, во всяком случае, на бездорожье. Я не знаю, как на шоссе. А вот здесь прекрасно функционирует. Вообще, УАЗ приятен тем, что это такой очень гармоничный и какой-то законченный, что ли, автомобиль. Вот на таком рельефе ты сразу понимаешь, кто и для чего эту машину делал. В предыдущий мотор, в общем-то, с прицепом он грелся. В горах. В жару за 30 градусов. То есть, была проблема перегрева. Поэтому уже на этот мотор я поставил тракторный радиатор. Но он стоит здесь не вертикальный, как на тракторе, а стоит горизонтальный. Пришлось переварить там по трубке. Ну, как бы это не сложно. И это уже здесь радиатор пятирядный. Чтобы решить эту проблему с охлаждением, буквально вот в этом году, я поставил туда вентилятор 850 ватт от Мерседеса. Ненадолго вернемся-таки на асфальт. Никакого дрэгрейсинга не будет. Никаких вам замеров разгона до сотни. Это история про уверенность и комфорт. Мотор не сильно крутильный, но моментный. Потому что давишь на газ и чувствуешь, что прет тачка. Хорошо прет. Ну, говоря откровенно, УАЗ это, конечно, УАЗ. Тем более, если он сохранил свои основные внедорожные возможности и достоинства. Конечно, чутка мотает его по дороге. Конечно, надо держать его на траектории. Конечно, скорость это не его стихия. Хотя, вообще говоря, до суточки он легко и охотно разгоняется. И вообще чувствует себя более чем. Между прочим, достаточно комфортная машина для поездок далеко, если вы готовы ехать далеко не слишком быстро. Вот я сейчас где-то под сотку качу, и мне нормально. Да, разумеется, это не совсем гражданская легковушка, которая сама идет по прямой. Здесь машину нужно постоянно контролировать. Но, тем не менее, вот этот обзор, комфорт, приятный, между прочим, звук не слишком громкий. Здесь неплохо. Вот на такой машине действительно можно отправляться в дальние дали. И ведь, кстати, владелец-то отправляется. И на юг на ней ездил, и куда-то далеко на север. И это действительно боевая машина, на которой путешествовали по-серьезному. УАЗик, он конструировался, как говорится, давно, в советские времена. Люди его делали с душой. Вот, у этой машины с харизмой и с душой, потому что, ну, конструктора в нее вложили душу. Мы уже к этому привыкли как-то, вот все УАЗик, УАЗик. Но если вот в нем разобраться, машина, она гениальная. Начнем с базы. Четырехдверки в такой базе, я не знаю, импортные машины. Все, как бы, двухдверные машины, правильно? Ну, лучше, пускай, понятно, что, может быть, сзади не очень удобно завазить. Но все равно четыре двери при такой базе это удобнее, чем две, допустим, как в ней. Вот, скос на дверях. Может быть, это кажется неудобно, но когда машина стоит где-то, кренится, вы можете из машины вылезть. Большую дверь вы просто не откроете. Два бака. Ну, сейчас он вот сделан, конечно, с одного бака перекачивается в другой. Ну, как бы, изначально стоял кран. Ну, у меня вот были такие варианты. Один бак тек, я ездил на другом. Ну, как говорится, в войне это тоже выручало народ. Сейчас, может быть, это, конечно, не надо. Ну, и так далее. Двери все одинаковые. Там, на отставке тоже, там, все это меняется. Ну, и это машина, которая делается под себя. Почему я не менял машину? Ну, потому что мне захотелось его там поставить, мотор. Другой, я его туда засунул. Захотел я поставить инвертор, я его поставил. Надо мне что-то там сделать, выбасту, я его воткнул. Сидения от Форда, допустим, Скорпио, мне понравились, я их туда поставил. Если что-то мне на сделал, взял багарку, отпилил, переварил и воткнул. То есть машина делается под себя. Вот я много лет делал под себя. Готовую машину под себя я просто не знаю, я такую не куплю, ее нет. А тут она вот что хочет, что и делаешь. Поэтому это уже вот, как говорится, может быть, какой-то стиль жизни. Мне эта машина нравится и я просто не вижу, какую машину другую. Ездил я там, как говорится, на Геликах и на Тойотах и на все. Ну, вот это мое родное. Закончу я этот видос, опять же, на асфальте. И закончу мыслью о том, что этому экземпляру очень повезло с владельцем. Машина пережила огромное количество доработок, много где побывала. И по сей день это самый настоящий УАЗ, в смысле, абсолютно универсальная машина, на которой можно ехать куда хочешь и никаких преград тебе нет. И на ней ездят. И поэтому любые претензии, которые кто-то там выскажет в комментариях, все они разбиваются об один единственный ключевой факт. Это машина, которую владелец использует по назначению в широчайшем диапазоне таковых назначений. Понимаете? Это вещь проверенная, испытанная и вещь, которая постоянно эксплуатируется. То есть крутая штука. И да, у меня на сегодня все. Ну, а с вас, конечно же, лайки, разумеется, дизлайки. Ну и без этого никуда. Комментарии экспертов.